Утренняя прогулка с его божественной милостью, Аче Бхаквиданты Свами Прабхупады, 26 марта 1976 года в Дели. Едут в машине. Мана Буддхи Аханкара. И затем ложное отождествление Аханкара, а затем душа. И душа настолько тонка, я дал определение, как они смогут увидеть душу, доктор Капур. Но в атме вы дали прекрасное объяснение. Чем меньше часть, тем больше ее сила, тем могущественнее она становится. Они думают, что чем больше объект, тем он могущественнее, но наука также доказала, что чем больше энергия, тем меньше размер, тем меньше доза. Точно так же, как вы описываете, что такое душа? Она мала, бесконечно мала. Да, она меньше атома. Бесконечно. Малая часть. Чего-либо. Это душа. Прабхупада, одна десятитысячная часть кончика волоса. Доктор Капур. Даже это измеряется измерительным инструментом. Бесконечно малая часть атома. Да, это измеренно. И об этой мере говорится. Когда делается утверждение в отношении размера души, то есть это кто-то сделал, иначе как это описано в шастрах. Обрыв записи. Разговор на прогулке. Пушта Кришна, Шила Прабхупада, последние несколько дней, когда гости приходили к вам на встречу, практически каждый в беседе задавал вопрос, что есть хорошо, что есть плохо, что есть греховная деятельность. Похоже, что людям очень трудно понять, различать сегодня между плохим и хорошим. Итак, и каков твой ответ? Пушта Кришна, вы дали очень хороший ответ. То, что Великий Учитель говорит, называет хорошим, это хорошо. То, что Великий Учитель называет плохим, это плохо. А если мы мыслим независимо, в конечном итоге нам придется отвечать перед высшей властью, перед высшим авторитетом. Та женщина приводила пример, что в обществе какие-то вещи считаются хорошими, но они подправляют закон так, чтобы те вещи, которые когда-то были плохими, сейчас стали хорошими. И вы объяснили, то, что говорит авторитет, то, что авторитет считает хорошим, это хорошо. Единственная разница, которую я вижу, это то, что определения хорошего и плохого, которые дал Кришна, являются вечными. Рабхупада, плохо, это этот материальный мир, а хорошо, это духовный мир. В материальном мире разница между хорошим и плохим, это домыслы. Манадхарма. Итак, благочестивая деятельность, это та деятельность, которая приводит нас в духовный мир, а неблагочестивая деятельность, это деятельность, которая заставляет нас спускать здесь корни. Или даже благочестивая деятельность материального мира считается плохой. Благочестивая деятельность, или неблагочестивая деятельность в этом материальном мире, это одно и то же. Йодубара, разве не больше шансов достичь духовного уровня у того, кто совершает благочестивую деятельность? Больше. Это шанс, но нет гарантии. Например, благотворительность, это благочестивая деятельность. Но если случайно пожертвование дается вайшнаву, то это позволяет человеку подняться на уровень духовной жизни. А если пожертвование дается, чтобы открывать больницу, это та же неблагочестивая деятельность. Люди склонны заниматься какой-то благотворительностью, делать что-то благочестивое, например, открывать школы, открывать больницы. Если вы обратитесь к такому человеку, мы хотим открыть храм, а они не дадут. А, и так уже много храмов. Как будто нет школ. И так уже много школ, но все же они открывают школу или больницу. Но если вы пойдете к нему, попросите пожертвования на открытие храма, он вам скажет. И так уже много храмов. Как вчера вечером, все жертвовали деньги на программы в больнице. А какие-то книги продавались? Наши книги? Да, какие-то. По-моему, та женщина, которой вы проповедовали позапрошлым вечером, купила Бхагавад-гиту. 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 Нет жизни, у воздуха нет жизни. Как доказать, что все они в совокупности не имеют жизни? Как бы вы это доказали? Проповеда, нет, нет. Мы не находим жизни в воде, в воздухе, в огне, в пяти элементах. Так что же это, это жизненная сила? Они пытаются доказать, что сочетание этих элементов дает жизнь. Но в действительности, при помощи аналитического исследования, мы не находим там жизни. Первый пример – это дыхание. Все находятся под таким впечатлением, все считают, что дыхание – это жизнь. И когда дыхание прекращается, прекращается подача воздуха, и они искусственно подают воздух. И таким образом тело живет, продолжает жить. Иудобара, они могут сказать, что это только один аспект. Да какой бы аспект ты негодяй ни назвал, возьми воду, возьми огонь. Где там жизнь? Например, тепло. Тепло находится в теле. Тепло – это огонь. То есть, любой компонент тела, из которого состоит тело, проанализируй отдельно, и ты там не найдешь жизнь. Где там жизнь? Иудобара, но они могут сказать, что сочетание всех этих элементов дает жизнь. Но совместите, совместите все это, у вас все есть, и сделайте жизнь. Почему бы вам не совместить все это и не сделать жизнь? Они просто говорят, как негодяи. Возьмите, есть вода, есть воздух, есть огонь. Соедините их вместе. Сейчас вы так продвинулись в науке. Соедините это и сотворите жизнь. Каков их ответ? Они скажут, что они не могут это сделать. Тогда зачем вы говорите негодяям, что есть жизнь там? Вы не можете это сделать. Почему вы говорите о том, что вы не можете сделать? Это чушь. Они скажут, ну, природа это делает. Это означает, что вы негодяи, а природа выше вас. Тогда поклоняйтесь природе. Будьте смиренными. Вы уже смиренны. Не важно, признаете вы это или нет. Природа вас прижмет, придавит. Природа сильнее вас. В этом нет сомнения. Тогда почему вы провозглашаете, что вы независимы? Вы не независимы. Они по глупости заявляют о своей независимости. Как только вы понимаете, что вы зависимы, вы обязаны признать Бога. Вы можете не знать, кто такой Бог и что он собой представляет, но кто-то же вами повелевает вашей деятельностью. Это Бог? Чьявана, Прабхупада, в начале 50-х ученые провели эксперимент, чтобы подтвердить свою теорию, что жизнь возникает из материи. И они действительно создали одноклеточное существо. Они сделали одну клетку, в которой есть жизнь. Она двигалась, как амеба. Но почему они сейчас это не делают? Что у них проблемы? Но они могут это сделать, создав определенные условия. А почему они это не делают? Они используют аминокислоты, воду и электричество. Это блеф. Обман. Но это подкрепило их теорию очень сильно, что жизнь возникает из материи, потому что они создали одноклеточную амебу. Они говорят, что они создали ее, что жизнь вошла в нее. Они говорят все, что угодно. Но где доказательства? Ну, ученые видели это. Видели. Ну, покажите нам. Они увидели у себя в лаборатории. Они совместили химические элементы, и потом она начала двигаться, она стала живой. Они все негодяи. Но за много лет они ничего другого не сделали. Видите? Но вот... Только столько они смогли сделать, но это очень подкрепило их теорию. И они действительно думали, что они смогут создать жизнь. Все негодяи. Дайнанда, есть также научный аргумент, опровергающий это, что они могут создать условия для жизни, способствующие жизни, поэтому жизнь пришла туда. Но это не означает, что жизнь возникла в результате сочетания химических элементов. То есть есть контраргумент то есть с школы, с оппозиционной школы против этой идеи, что они создали жизнь. Некоторые говорят, что жизнь уже была в воде с самого начала, в самой воде. То, что жизнь есть в воде, в воздухе, это другое, но жизнь отличается от воды. Такова наша позиция. Обрыв записи. Их привлекает это разнообразие материальных вещей. Когда приходит время, он умирает. Он теряет из поля зрения все и рождается собакой. Он вынужден получить такое тело по своим поступкам, по своим делам. Он этого не понимает. Этот великий министр Джабахарлал Неру, он столько времени потратил на то, чтобы создать это. но если он после смерти стал собакой, то какое благо, какая польза. Вы не можете сказать, что он не стал собакой. Дехантера прапти. Живое существо вынуждено получать другое тело. А какое тело? Кто скажет, какое тело оно получит? По делам получит соответствующее тело. Чевана, когда вы попросили его присоединиться к нам, он сказал, я не могу это сделать. Нет, нет. Присоединиться, не присоединиться. Я имею в виду, что если я вижу, что кто-то стал собакой в следующей жизни, вы не можете отрицать это, говорить, что он не стал собакой. У вас нет доказательств. Обрывзаписи. В результате ваших действий вам приходится получать другое тело. А какое тело вы получите, вы не знаете. Поэтому они отрицают возможность перерождения. Пушта-Кришна, это поразительно, Шила-Пропада, как вечная душа может так запутаться в материальном мире. Запутывается из-за желаний. Мы постоянно, постоянно желаем. И желания создают ваше следующее тело. Каждое живое существо в этом материальном мире желает наслаждаться. В чем твой вопрос? Как вечная душа так погружается, что полностью забывает о будущем и просто погружается в какие-то временные чувственные наслаждения? Таково материальное существование. Материальное существование означает удовлетворять чувства. Это материальное существование. Разве вы не видите, что все планируют какое-то материальное наслаждение? Тамал Кришна рассказывал, что какой-то человек ел машину. Представьте себе. Он истирал ее в порошок. Какой смысл в этом? Но у него вот такие желания. Я прославлюсь тем, что съем машину. Он желает славы. Да. Все это понимают. Но какой смысл в такой славе? Но он желает этого. Вот что происходит. И в этом причина его порабощения. В этой жизни он желает есть машину. В следующей жизни он желает есть что-то еще, наслаждаться чем-то другим. Есть разнообразие, манадхармы, этих домыслов, этих выдумок. И это порабощает нас. Кришна так добр. Чего бы ты ни желал, он предоставляет возможности. Хорошо. Пользуйся этим. Гурдас, Шилл Пропада, разве не естественнее любить кого-то другого? Разве не естественнее наслаждаться, наслаждать кого-то, чем самим наслаждаться? Нет, это личностное. Вы желаете чего-то, и вы получаете возможность. То есть, любить Кришну, это не естественно? Нет, это естественно, а все остальное неестественно. принцип любви к Кришне распределяется в разных формах. Вместо того, чтобы любить Кришну, мы любим столько всего, всякую чепуху. И мы запутываемся. Принцип – это любовь. Но вместо того, чтобы любить нужную личность, вы любите столько всего. Академия Субтитры сделал DimaTorzok Дай Нанда, вы говорили мне, какой смысл становиться пандитом? Недавно я был в одном магазине, и один человек задавал мне вопросы о сознании Кришны. Один из владельцев магазина, я ему произнес один стих, «Сарва Дхарман Париттиаджа». Он не знал этого стиха, но он позвал одного из своих работников, а тот был пандитом, он работал в магазине продавцом. И я подумал, он стал пандитом, то есть пандит стал продавцом, работает в магазине продавцом. И он стал слугой того, кто не знает санскрит. Да, он ничего не знает, но тот стал его слугой. Обрыв записи. Пандиты хотели выгнать Наратама Дастакура из города, и двое из его учеников, они притворились продавцами бятеля, а другой гончаром. И когда эти люди пришли, чтобы выгнать Наратама Дастакура из города, они сначала остановились, чтобы купить бятель. И продавец бятеля начал цитировать санскритские стихи, а затем гончар начал цитировать санскритские стихи. Они подумали, если продавцы бятеля и гончар в этом городе такие великие пандиты, то каким должен быть Наратама Дастакура, и они сразу же ушли из города. Кришна — способность в человеке, талант в человеке. Кришна есть все. Да. Можно ли, верно ли думать, иногда, когда мы достигаем успеха, это благодаря, больше благодаря вам, чем Кришне, потому что вы научили нас о Кришне, вы научили нас тому, как говорить и так далее. Иными словами, когда мы добиваемся какого-то успеха, можем ли мы думать, что это благодаря вам, больше вам, чем Кришне, или вам обоим, согласно шастре обоим. Гуру Кришна Крипая Бхактилата Биджа. По милости Кришны человек обретает Гуру. По милости Гуру человек обретает Кришну. Если человек искренне ищет Кришну, Кришна посылает ему Гуру, а Гуру учит его тому, как обрести Кришну. Потому что Кришна, иногда Шила Прапада преданных хотят знать, что вам больше всего доставляет наслаждение, чтобы вы все стали полностью, на 100% осознавать Кришну. Люди страдают из-за недостатка сознания Кришны. Пусть они обретут сознание Кришны, станут счастливыми. Вот и все. Люди, проезжающие на мотоцикле, кричат про Пхопада. Здесь, в Дели, люди с большим уважением относятся сейчас к Шиле Прапада. По-дружески. Мы всех почитаем. Аманина, Манадена. Даже к тому, кто нас не почитает, мы относимся со всем уважением. Не за его материальное положение, потому что он неотъемлемая часть Кришны. Минивэны, шесть минивэнов Гаргамуни. Приехали сюда. У него есть запланированная программа Шиле Прапада. Возможно, позднее подъедет. Пушта Кришна, иногда задают вопрос о том, что Господь Читания предсказал, что Святое Имя будет проповедоваться в каждом городе и деревне по всему миру. До какой степени это будет проповедоваться? Это будет зависеть от проповедника. Иными словами, будут ли проповеднические центры в каждом городе и деревне, или просто преданные будут путешествовать и проповедовать людям и отмечать, что мы там были? Путешествовать – это важно. Но если возможно, то могут быть и центры. Но в своем желании мы не должны ограничиваться просто посещением каждого городка и деревни. Мы должны стараться. Почему деревня? Путешествуйте везде, в городах, в деревнях, повсюду. Абодь-каруна-синдhu нитай-катия-мухар Бхаре-бхаре Бхаре 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 из деревни в деревню, но и от двери к двери, да. Поле проповеди безгранично. В материальном мире бедный человек думает, о, у этого человека такой большой дом, если бы у меня такой был, а в духовной жизни мы, даже не желая, получили столько больших домов. Бурдас, в духовном мире все могут летать на лимана, на летающих кораблях, потому что там все делается для наслаждения Кришны. Вы писали в комментарии к Шимадбагватам, что на планетах Вайкунтхи каждый может летать на летающих кораблях. Да, это так. Друзья, Друзья, Майкард. Друзья, Майдników. Вайкунтхи. Друзья, Майд asteroid. Вайкунтхи. Вайкунтхи. Друзья, Майд biomass Callender. Kiev Вайаркан Wolf. Вайкунтхи. Любит и٩-гани令. Майд Anywaysports Todvar. Продолжение следует... Продолжение следует... Но мы считаем, что их способ анализа несовершенен. Пушта Кришна. Факт остается фактом. Даже если у них есть полностью целое тело, мертвое тело, они все равно не могут вернуть ему жизнь, даже если есть тело того, кто только что умер, они не могут вернуть его к жизни. Куда нам пойти? В храм? В храмовую комнату. Каковы новости? Как твоя жена и сын Данаджая, они во Вриндауне, Шилапрапада. Бизнес по продаже мукутов очень хорошо развивается. Они делают хорошие мукуты, да, Шилапрапада. Ну, верни мне мои деньги, я тебе давал 20 тысяч. Вернем.